доброго времени суток дорогие друзья с вами миссис баккор и сегодня я покажу как сделать самый трендовый модный сейчас эффект бесшовного или сплошного текста в этом превью у меня восемь разных композиций я покажу как сделать каждую из них но не будем затягивать и давайте скорее начнем а начнем мы создание вот этого кусочка супер открываем автор эффект и создаем композицию в качестве фона я использую видео с переливающимся фоном а вы естественно можете использовать любое фоновое видео или картинку добавляем его в композицию отлично первое что мы сделаем это бегущую строку сверху и снизу экрана набираем какой-нибудь текст размещаем его посередине композиции и теперь сделаем при композ нажимаем по слою правой кнопкой мыши при композ назовем композицию create bottom проверим галочку сохранять атрибуты и нажимаем ok теперь в проекте находим нашу композицию нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем composition settings меняем ширину и высоту композиции где-то до под таких значений нажимаем ok теперь добавим тот самый магический эффект который позволяет нам сделать бесшовный текст выбираем наш слой и идем эффект стайл из мошен тайл здесь вы можете самостоятельно посмотреть что делают эти параметры но если кратко то тайл центр отвечает собственно за центр эффекта тайл вид и тайл хайд установлены на сто процентов изначально если уменьшать значение то эффект будет как бы сжимать нашу композицию по одному из параметров дальше out под ширина и высота как раз нам они нужны они позволяют получить тот самый эффект повторения по нужному параметру поэтому мы и убирали лишнее пустое пространство вокруг текста так как повторение идет на всю композицию целиком и выбирая разные значения пустого пространства вокруг надписи можно добиваться разного эффекта и получать либо супер плотную плитку либо наоборот разряженную разряженную но вы меня поняли галочка в этом боксе отзеркалит повторение а анимируя параметр face можно сделать такой забавный эффект столбцы через один будут смещаться а если поставить галочку здесь то будут смещаться строки супер с этим разобрались нашей композиции мне нужен только output this я поставлю значение 980 смещаю композицию вниз и теперь анимируем параметр position для эффекта бегущей строки выставляю ключевые кадры и готово также я сразу настрою прозрачность приблизительно к двум секундам строка должна стать невидимой поэтому также ставлю ключевые кадры для этого отлично идем в проект и дублируем там нашу композицию сочетание клавиш ctrl d назовем ее create top помещаем ее в нашу композицию и передвигаем уже вверх копируем на нее эффект motion tile и так же выставляем ключи анимации идем дальше и создаем аналогичным образом композицию с текстом который будет смещаться посередине назовем ее middle и в настройках композиции выставлю 300 и 200 добавляем эффект motion tile и теперь в настройках изменим уже параметр output height отлично этот текст будет смещаться снизу вверх и сначала будет постепенно проявляться а затем исчезать и как вы уже поняли для этого анимируем параметры position и opacity так теперь создадим еще одну композицию с текстом который будет появляться посередине повторяем все действия вплоть до precompose для начала анимируем размер scale текст из большого будет становиться меньше и и теперь добавим на слой эффект cc scale white идем эффект transition cc scale white direction меняем на плюс 90 градусов дублируем эффект и меняем direction на минус 90 градусов теперь анимируя stretch добиваемся растянутого текста с обеих сторон а через несколько кадров изменяем значение на ноль супер настроим непрозрачность слоя чтобы сначала его не было видно ну что осталось добавить только завершающий штрих с разделением картинки напополам как это сделать я очень подробно описала вот в этом видео ссылка на него будет еще и в описании здесь я этот момент опущу и насладимся финальным результатом очень даже модненько получилось ну а мы идем дальше я покажу следующий кусочек который мы сделаем для начала создадим задний фон и для этого добавим solid слой черного цвета теперь сделаем текстовый слой набираем нужный текст и как вы видели превью часть текста залиты цветом а часть только в обводке сделать это просто выбираем нужную часть текста убираем заливку цветом а толщину обводки делаем равной двум и теперь я сделаю наш текст как бы прозрачным и он изменит цвет на цвет фона подробно я также рассказывал об этом эффекте в своем предыдущем видео оставлю ссылку здесь и в описании делаем из этого при композ меняем размер композиции и добавляем эффект motion tile для начала я поставлю значение output height 500 отлично теперь дублируем композицию в окне проекта и добавляем ее к нам копируем эффект motion tile вместе с настройками и теперь сместим текст друг относительно друга на одну строку выставим ключи анимации для position и output height чтобы текст со временем продолжал смещаться супер выделяем оба слоя и снова делаем при композ назовем его комп 2 и теперь анимируем размер отлично посмотрим что у нас получилось класс идем дальше и в третьей композиции на самом деле ничего сложного и все основные вещи я уже показала здесь у нас также черный задний фон за который отвечает solid layer центральный текст сделан и анимирован так же как и в первом примере есть здесь также композиция с текстом заднего фона и эффектом motion tile здесь мы меняем оба параметра output и и ширину и высоту чтобы заполнить все пространство как и во втором примере смещаем их вверх и вниз чтобы получить цельное полотно без наплывов и сдвигов а дальше просто анимируем position и opacity чтобы это все заработало теперь рассмотрим четвертый кусочек здесь из интересного появился эффект rgb blur но прежде чем к нему приступить покажу из чего состоит композиция здесь в качестве фона также черный solid слой в качестве основы лежит композиция со смещением текста посмотрим что у нее внутри двойной клик по ней и как вы видите здесь все просто я отдельно использовала цветные и белые части надписи и при помощи эффектов motion tile и cc scale wipe настроила анимации появления и исчезания текста возвращаемся в исходную композицию здесь она продублирована два раза и теперь на каждый из них добавлен эффект shift channels и cc radial fast blur разница в настройках такая что на каждой композиции оставлен только один цветовой канал красный зеленый или синий остальные выключены на верхних слоях включен режим наложения screen и теперь немного сдвигая наши слои мы можем увидеть разделение на rgb а с добавлением размытия можно добиться более яркого эффекта итак посмотрим что у нас сегодня получилось сегодня мы рассмотрели только часть превью так как видеоролик получился уж слишком длинным но следующую часть вы увидите уже совсем скоро в следующем видео обязательно поддержи меня лайком под видео так как это не только продвигает канал но и дает мне дополнительную мотивацию для роликов и всем спасибо что досмотрели до конца я надеюсь данное видео было полезным для вас если да липи палец вверх и подписывайся на мой канал если остались вопросы пиши в комментариях все буду читать всем отвечу ну а я увижусь с вами уже в следующем ролике пока пока а а